На рынке труда много свободных людей, более высокого качества, чем теперь фирм. А вот ближе к микрофончик лежит. Хороший вопрос. И слабых можно менять на более сильных извне. Отличный вопрос. Супер. А что вы понимаете под сладостью и под силой? Ну, хотя бы вот даже, ну или как вы говорите, духовных, с духовными качествами. Ну, а просто определите его духовные качества. Он улыбается более красиво. Вообще, это тоже сложный вопрос. Потому что, как бы, я брал на идею, вот что они православные, да, и как бы входят в церковь. Это вообще. А потом попаться. А, это вообще. И, кстати, это особая тема. Еще хуже. Работать с людьми, которые верят в Бога, очень сложно. Потому что они не мотивируются деньгами. Они мотивируются обтусками, чтобы ездить почаще в святые места. То есть, они не хотят работать по факту слишком много раз. Вот. Дальше. Они мотивируются вашим духовным обликом морали. Понимаете? То есть, они смотрят на ваш уровень. Если вы не такой человек развитый, они вас, это перечеркивают в своей жизни. И не слушаются просто. Потому что вы не такой духовно развитый. Тем более, не православный. Допустим. И поэтому с духовно развитыми людьми работать хорошо. Но для этого надо создавать особую обстановку. У меня именно такая ситуация. То есть, я работаю в таком коллективе, в котором людей деньги не так сильно мотивируют. Их мотивирует именно поведение старшего. Куда мы идем? Что мы делаем? Как мы, какой деятельностью важной, неважной для Бога занимаемся? И так далее. Это очень сильно людей вдохновляет именно эти факторы. Но я сейчас не это вас хочу спросить. Вы женаты, нет? Да. А жена стареет? Это точно, да. А вот девушки же молодые вокруг есть? Есть, да. И есть? Какое решение? Покой. С женой жить? Но она стареет жизнь. Что я делаю? Ну как что? Молодые девушки. Она внешне стареет, а внутренне. Вы сами ответили на свой вопрос по поводу ваших сотрудников. Всегда сахар на чужой территории слаще. Всегда кажется, что чужие люди лучше, чем вдвоем. Понимаете? Вы оставляете тех, кто с вами, вам преданные, оставляете рядом с собой, развиваете их. Они самые лучшие на свете, эти люди. А если рядом с вами есть какие-то люди, которые не совсем товарищи, для нас товарищи, тогда в этом случае пытайтесь укрепить свою ситуацию. Но опять, вот вы берете нового человека, хоть он духовно развит, хоть он какой там, сколько делает, там, маленьких денег. И не факт, что он, во-первых, духовно развитый от этого. Нет, а познается уже дальше в жизни. Еще есть одна вещь, которую вы должны знать. Духовные люди, которые занимаются духовной практикой, делятся на две категории. Одни из них склонны к отречению, и они поэтому просто не склонны работать. Вы его возьмете на работу, ему и деньги сто лет не нужны, и работать не надо. Вот чуть-чуть дал, и хорошо. Понимаете, вам нужен такой человек? Он не развиваться так же в деятельности, не склонен. Ему это все сто лет не надо. А вторая категория духовных людей, не склонны трудиться и развиваться в деятельности. И это тоже надо очень четко почувствовать в человеке, потому что есть две категории таких людей. Понимаете? Духовно развитые. Это отдельная тема. Поэтому вы не сможете сразу понять человека по-любому. Вы, допустим, берете его на испытательный срок, но если у вас в коллективе нет среды определенной, которые людей взращивают духовно, тогда и люди, которых вы берете, они не будут развиваться духовно. Кто их будет развивать? Поэтому они не будут меняться. Поэтому вы лучше сейчас подумайте, как ваш коллектив развивает. У меня есть один знакомый, он такую интересную вещь сделал. Он взял, короче, и своим сотрудникам раздал мои лекции послушать. И кто-то из них пришел и говорит, ну, лекции нормально, интересно. Кто-то начал спорить с ним по поводу лекции. А кто-то послушал и как бы, а, и вот он спросил, как лекцию? Нормально. И он начал больше изучать, сотрудничать с теми людьми, которые слушали лекции или в позитивном формате, или в негативном, но слушали их. То есть он начал их больше как бы развивать, пытаться изучать их, прислушиваться к ним, но пытаться их развивать. И он получил через несколько лет колоссальный результат. Понимаете, эти люди, которые склонны слушать лекции, они стали очень мощной командой. Потому что эти люди как раз и имеют сильный разум. Потому что те люди, у которых слабый разум, у них очень трудно, они, понимаете, разум действует через звук. Разум — это что такое? Это та сила, которая дает человеку возможность понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Она же связана с его деятельностью. Позитивное мышление, то есть такой человек больше склонен к деятельности. Позитивное мышление тоже признак сильного разума. Способность верить — признак сильного разума. Способность быть соратником — тоже признак сильного разума. Способность быть стабильным и терпеть финансовые трудности — признак сильного разума. И понимаете, просто по тому, как человек слушает лекции, можно уже дифференцировать и давать возможность кому-то приближаться и развиваться, вкладывать в них деньги, обучать их этих людей. А остальные просто работают и работают, нет проблем. Он такой вот сделал для себя способ. И он получил колоссальный результат в будущем. Не то, что он сразу всех поводял, кто лекции не будет служить. Он, как вы сказали правильно, он просто выжидал. Он давал всем возможность работать, но он постепенно как бы менял ситуацию в коллективе. В результате результат получился потрясающий. Он создал сильную команду.